всем привет сегодня поговорим о том из чего можно сделать кухонный гарнитур то есть из каких материалов и главное сколько это стоит маша расскажем из чего можно делать кухонный гарнитур кухонный гарнитур возможно делать из различных материалов на фасадах это может быть как эмаль допустим как у на салоне может пленка ПВХ может быть шпон может быть LTSP то есть вариантов масса столешницы также могут быть разные рабочие поверхности это может быть кварцевый агломерат как у нас вот здесь это может быть искусственный камень это может быть пластик это разный внешний вид это разный внешний вид например Например, по фасадам он может быть примерно одинаковым, но, конечно, в ближайшем рассмотрении все равно видно, что это разные материалы, так как они разные по качеству, по стоимости, по убиваемости. А как люди чаще выбирают? По внешнему виду или по стоимости? И так, и так. 50 на 50. То есть для кого-то не важна цена? Да, для кого-то важна стоимость, для кого-то важен внешний аспект, для кого-то, у кого, особенно маленькие дети, это важна неубиваемость материала. Неубиваемость. А есть, которые убиваются? Убиваются все практически, смотря как убивать. Вечного ничего нет, да? То есть если специально это убивать, то можно, в общем-то, убить. Дорогие друзья, я вам представляю, это Мария, руководитель творческой мебельной студии Redume. Они для вас сделают любую мебель на заказ. Ну а мы скромные волшебники. Все, что касается дизайна. Я сейчас как волшебник скажу волшебные слова. И у нас появятся материалы, про которые мы сегодня будем говорить. Веришь ты, что я волшебник? Ну, сейчас проверим. Итак, Крэкс-Пэкс-Фэкс. Ну вот, видишь? Чебеса. Вот так же у нас появляются интерьеры. Достаточно вам обратиться в студию Градис. И мы по мановению волшебной палочки, ну вообще-то мы палочкой не пользуемся, хоп, и у вас новый красивый интерьер. Но сегодня мы говорим про материалы. Итак, давай начнем с самого простого и дойдем до самого дорогого. Я имею ввиду по цене самого простого. Это вот эта доска. Это ЛДСП, логостойкая, покрытая шпиль пластиком. Называется постформинг. Постформинг. В чем ее особенность? Особенность в том, что это логостойкая ЛДСП. Она защищена пластиком. Она в принципе хорошо царапинам, устойчивости к царапинам. Конечно, если на нем не резать, а просто как бы там постираемости. Опять же, минус в том, что он может разбухнуть со временем, если активно лить. Потому что вот в эти швы может попасть вода. Да. Это кромка, которая приклеена к основанию. Основание это стружка спрессованная. Но кромка может быть любая. Вот здесь вот какая-то вот фенди персовая. Да, она может быть какая-то белая, серая, другого цвета. А цвета могут быть какие? Разные? Или только под деревом может быть отделка? Нет, вариантов много. Можно под камень, под дерево. То есть много вариантов. То есть вот такой камень сымитировать тоже можно? Тоже возможно. А зачем тогда покупать камень? Ну, потому что это будет больше как имитация все равно выглядеть. Угу, понятно. Ну и есть риск разбухания. Да, конечно. А что лучше царапается, это или камень? Это, конечно. Вот это. Толщина может быть только такой? Толщина в пластике может быть сороковая, но если это пластик компактный ламинат, то тут уже плюс в том, что толщина 12 мм. Но это ты уже про другой материал говоришь. Давай-ка пока про этот поговорим. То есть здесь толщина только такая? Да, есть еще толщина 28 мм, но это у предыдущего поколения, у невологостойких столешек. Ага. А если мы его загибаем в угол, шов будет виден? Есть два варианта. Это либо алюминиевая планка, либо еврозапил. То есть мы используем обычно еврозапил. То есть его практически не видно? Да, конечно. А он как-то проклеивается, то есть туда влага не попадает? Обязательно. То есть он просиликонивается, герметиком покрывается дополнительно, и идут стяжки. То есть максимально, чтобы избежать. Но, конечно, все равно допускать скопление влаги на нем не нужно. Вот я знаю, что пассформинг раньше был шириной 60 см, а остров у нас 90 см. Может ли этот материал быть шириной 90 см? А метр? У них есть три типа размеров. Конечно, зависит от производителя 600, 900, 1200. А, то есть мы можем любой ширины, любой остров закрыть вот таким материалом? Да. Хорошо. Он самый недорогой. Сколько квадратный метр стоит или так не считается? По квадратным метрам, к сожалению, нет. Обычно считается уже по изделию, потому что идут кромки. Можно примерно сказать стоимость вот на этот остров, если мы бы сделали основание вот из поверхности, точнее, вот из такого материала? Да, конечно. Если ширина будет 1200, получается, нам придется взять типоразмер сюда, то примерно будет стоимость 42 тысячи. Вот из такого материала. Цвет любой, кромка любая. Плюс, минус. Вот на этот остров, на этот размер 40 тысяч рублей. Хорошо. Следующий материал. Компакт ламинат. Компакт ламинат. А чем он лучше предыдущего? У него плюс то, что он более влагостойкий. То есть компакт ламинат, по сути, это прессованная бумага, пропитанная, и сверху покрыта пластиком. Он абсолютно влагостойкий у него. Плюс то, что можно подклеить мойку снизу, так как на обычном пластике это не сделать. Вот здесь не сделать? Нет, уже мойка только сверху уже наподная. То есть кромка у нее абсолютно влагостойкая. Да. Получается, как вот на этой раковине, она будет вот так торчать, и ей не страшна вода. Всего. И в этом ее преимущество. Да. А еще какие преимущества? То, что она тонкая, так сейчас идет тренд на более тонкие столешницы. А, это дизайн? Да. То есть мы можем с точки зрения внешнего вида сделать абсолютно тонкую столешницу. Она тоньше, и внешний вид другой. Да. А еще какие плюсы? Цена, стоимость ниже, чем у искусственного камня, но по характеристикам, то есть по благостойкости она также хороша. А какие могут быть цвета, материалы, что они могут имитировать? Ну вот я вижу, здесь есть дерево, то есть, видимо, дерево могут имитировать. Да, конечно, камень, дерево, однотонный цвет, может быть, то есть вариантов, может быть, у него много. У него есть нюанс, это черная кромка. Ага, то есть всегда? Да. Поменять нельзя? К сожалению, нет. Вот все-таки есть минус, да, небольшой? Ну да, не весь интерьер подойдет, так скажем. Ну, зато есть красивый вариант отделки под ржавое железо, друзья. Представляете, у вас здесь будет ржавое железо. Не знаю, кому как, а мне очень нравится, не будет видно разводов крови. Ну, мало ли, кто-то мясоед, разделывает тушку, а кровь же потечет. Возможно. Маша вегетарианец, ест только щавель, поэтому она не знает, что такое пятна крови. Хорошо, давай поговорим про стоимость. Сколько будет стоить столешница из такого материала вот на этот остров? Из компактного ламината она уже будет дороже, чем из обычного пастфорнинга стоимость. У нее примерно будет около 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей на эту столешницу, друзья. 40 тысяч, 70 тысяч. У вас тонкая столешница, черная кромка и абсолютно невероятный выбор по цветам и отделке. Хорошо, идем дальше. Следующий материал. Это искусственный камень. Из него мы тоже можем сделать столешницу. Да, один из самых таких тоже практичных материалов в том, что он шлифуется. То есть у него есть минус, потому что он царапается, но его потом можно отшлифовать, можно реставрировать. То есть его можно поцарапать вилкой и ножом, зато потом можно легко отшлифовать, и мы получим абсолютно ровную, идеальную и гладкую поверхность, новую столешницу. А вот этот материал нельзя реставрировать. А вот этот? Аналогично. Тоже нельзя реставрировать. И это минус? Это минус, да. Понятно. Итак, этот можно реставрировать. Какие есть варианты отделки? Вот и у искусственного камня. Ну, очевидно, под камень. Под камень, да. К сожалению, у него есть минус в том, что у него нет деревянных цветов, так скажем, по дереву. Но очень большой вариант однотонных цветов под камень. Белый, черный, зеленый, красный, фиолетовый, сиреневый, с желтеньким. Серый, бармалиновый, вкрадый. Вариантов много, да, это правда. А из него же можно узоры вырезать всякие? Можно делать гравировку на нем. Можно делать в раковину проточку. Часто любят делать. Что такое проточка? Проточка, когда около раковины делаются такие, как... Желобки. Желобки, да, и вода. Чтобы не делать раковину с пляжем, вода стекает. Это мой вариант для мясоеда. Когда я буду разделывать мясо, кровь будет стекать по желобкам в эту раковину. Маша, но он еще тоньше. Сосновный камень сам идет толщиной 12 мм. Но столешница из него набирается. То есть, как бы делаются ребра жесткости. Несколько слоев или просто ребрышка вот так ставится? Ребро и идут еще пермитикулярные, идут еще ребра жесткости дополнительные из камня. Вот, правильно делать их из камня, не из фанеры. Это особенность. Кстати, обращайте внимание, если заказываете где-то, не у Маши, кухню, ребра должны быть сделаны из того же камня, а не из фанеры. А почему? А жесткость теряется? Со временем фанера может начать изводить, может попадать влага, она может начинать, так скажем, бухнуть, чтобы с ней быть и проследить. И, соответственно, могут появляться трещины на камне. Ну, то есть, это вот такие нюансы изготовителя кухни. В общем, всегда есть, на чем можно сэкономить. То, что вы никогда не заметите. Поэтому обращайте внимание. И вот для вас это очень полезное замечание и рекомендация, что можно и нужно проверять. Правильно? Да. Итак, мы можем толщину делать любую. Оставить 12 мм, нарастить там 3, 5, 10 см, 20 см и сделать такую мега толстую столешницу. Швов на камне не видно. Не будет, да. Совершенно верно. Но когда идет мраморный рисунок и угловая кухня, то вот этот стык все равно, конечно, там тонкая полосочка, она будет. Ну, то есть, как бы именно стык рисунка, не стык столешницы, а именно стык рисунка. Ну, потому что стык столешницы, он идеально ровно заполировывается, его практически не видно. Но рисунок, конечно, собьется. То есть, только поэтому мы увидим, хотя там полная герметичность. Абсолютно, конечно. Кстати, это же один из первых материалов, который получил, как это правильно выразится, лицензию, сертификат, по которому и на основании которого этот материал можно использовать даже в операционных. Представляете, насколько он невпитываемый? Ну, то есть, у него абсолютно гладкая поверхность, которая в себя всякие вредоносные вещества не впитывает, а, соответственно, из-за легкости уборки, в том числе, его можно использовать в таких помещениях, как операционная. Это говорит о чем? О том, что он полностью экологичен, это раз. Во-вторых, мало впитывает. И Иван совершенно прав, потому что компания Кориан, это производитель камня, использует боксы для перевозки органов. Вот из этого материала. Ну, в общем, это говорит о том, что он абсолютно экологичен. И сравнивать его, например, с этим материалом абсолютно нельзя, потому что все-таки здесь внутри идет стружка, она спрессована и склеена с помощью клея, а клей все-таки это, ну, как ни крути, это формальдегиды. Да, но, опять же, есть разные классы. Ну, понятно, разные классы. Тут помягче, тут пожестче, как в автомобилях, да. Но, тем не менее, все равно клей присутствует. А здесь ничего такого подобного не существует. То же самое здесь, здесь тоже клей существует. То есть, как бы мы к этому ни относились, на самом деле мы не знаем, откуда это к нам привезли. Или мы знаем? Ну, это из Франции. Это из Франции привезли. А это откуда? Это Россия. Друзья, это Россия. Честно говоря, я бы задумался, приобретать ли такой материал. Это Россиюшка. На самом деле, напрасно, потому что это с лотекс и вполне отличная столешница. Конечно. Я Маше верю. Сколько стоит такой материал? На остров он выйдет примерно где-то 90 тысяч рублей. 90 тысяч. То есть, на 20 дороже вот этого материала. Зачем берут этот? Определенный тоже дизайн. Определенный внешний вид. А, здесь есть дерево. Понятно. Хорошо. Какие же есть минусы у кориана, кроме стоимости? Царапается. Царапается. Потом нет декоров под дерево, например. Все остальное сплошной плюс. Да, или что-то такие. А самое главное, можно сделать желобки, по которым стекает жидкость. Это очень удобно. Хорошо. Переходим к следующему материалу, который прямо непосредственно на этом острове. Как он называется? Что это такое? Это кварцевый агломерат. Технистолун. Кварцевый агломерат. Да, то есть это кварцевая крошка и смолы. А чем же он отличается от кориана? У агломерата самое главное отличие – это его твердость. То есть, например, если с кустами царапается, чтобы поцарапать агломерат, это нужно очень хорошо постараться. То есть, как бы, он выдерживает большую нагрузку температурную, механическое воздействие. У него есть свои моменты. Это его длина. То есть, его длина, как правило, это 3 метра. И при стыковке у него тонкая полосочка. То есть, он склеивается. Он уже не будет такой, как сплошной, как искусственный камень. У него будет стык. По рисунку? По рисунку очень много вариантов. Нет, я имею в виду, стык по рисунку будет виден. Стык по рисунку будет виден, но можно подогнать его как бы видимый стык. То есть, прям будет полосочка видна. Два материала стыкованы. Это будет видно. Понятно. Хорошо. Рисунки только под камень. Да, однотонные, камень, мелкая фракция, мелкая крошка. Но тоже есть разные цвета. Да, конечно. То есть, это может быть и белый, и черный, и красный, и зеленый, и желтый, какой хочешь. Много производителей уже не такая цветовая палитра, допустим, именно ярких цветов, там, желтый, красный, да, вот такие, как они, допустим, есть у искусственного камня. Но у них большой плюс в том, что у них максимальная имитация натуральных камней. То есть, например, как в данном варианте, очень достойная имитация натурального мрамора. Но получается, что он все-таки больше имитирует натуральные материалы. Да. То есть, в этом его фишка. Да, совершенно верно. Ты заикнулась о том, что на него можно ставить горячее. А можно ли ставить горячее на кориан и на эти два материала? На пластик нет, ни в коем. Сюда нельзя? Да, на искусственный камень это тоже нельзя. Нежелательно. Нежелательно почему? Это же камень. Оплав будет. Оплав будет. Так. А сюда можно? Сюда вообще, как бы, желательно никуда не ставить и приучить себя ставить на подставку. Вот. Потому что это и безопасит. Если, допустим, вы поставили сюда, там, кастрюлю с кипящей водой, ему ничего не будет. Если это кипящее масло, например, там, то может пойти трещина. Ну, то есть, все-таки есть некий предел. Да, конечно. По износу устойчивости это не царапается, это царапается, но восстанавливается. Это царапается, не восстанавливается. Это царапается, не восстанавливается. Да. По цене сколько будет стоить вот эта штуковина? На этот остров у нее стоимость выходит 171 тысяча. 171 тысяча. Итак, друзья, вот он ответственный момент. Давайте сравним. Итак, Маша, называй материал. Пластик. Фастформинг. 40 тысяч рублей на эту поверхность. Компакт ламинат. 70 тысяч рублей на эту поверхность. Искусственный камень. 90 тысяч на эту поверхность. И сейчас, внимание, звук фанфар и стук барабанов. Ваш свой губерат? 190 тысяч рублей. Или 170? Да уже не важно, в принципе. 170, 190, чуть правее, чуть левее. Ребята, к чему мы, собственно говоря, затеяли этот разговор? Кухонный гарнитур может быть любым, но он все равно будет. В любой квартире кухня нужна. В любой квартире будет кухня. Возможно, это остров. И из каких-то материалов вам придется ее изготовить. Вопрос, какие это будут материалы? Выбор большой. Мы еще не назвали. В принципе, дерево, стекло, металл, облицовка плиткой, керамогранитом. Ну и, в принципе, чего-то там еще. Из чего только не делают кухонные гарнитуры. Из бревна, например, просто. В данном варианте мы рассмотрели 4 самых ходовых варианта, которые используют прямо непосредственно для кухонного гарнитура, которые придуманы специально для использования кухонного гарнитура. Мы поговорили об их свойствах, о внешнем виде и, конечно, о цене. То есть, что мы имеем, мы можем себе установить остров. Стоимость этого острова мы можем варьировать с помощью материалов. В частности, столешницы, потому что столешница это самый дорогой элемент на кухне. Ну, по крайней мере, один из самых дорогих элементов, когда мы говорим о кварцагломерате. Правильно, 170 тысяч рублей это, ребята, может стоить для кого-то целая кухня вместе с мебелью. Вот так вот понравился вам данный сюжет. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и обязательно подписывайтесь на канал. А также, если вам интересна тема планировок и дизайна, то переходите по ссылке, жмите на нее и абсолютно бесплатно вы получите несколько уроков по тому, как правильно делать планировку.